всем привет всем здрасте дорогие друзья с вами кисель и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно той самой штуковины которая летит к нам по направлению в пузырь как мы думаем она стала лететь быстрее обо всем подробнее далее с вас как всегда лайк подписочка колокольчик а смеа контент поехали секундочку если хотите поддержать меня контент который выходит на канале то в описании под видео будет ссылочка на бусте либо на обычные привычные для вас донаты но это мои дорогие не обязательно и по желанию а мы возвращаемся к теме видео давайте немножечко поясню что и как впервые мы увидели ее в этой системе но как нам казалось она была в той на самом деле она двигалась из этой системы в эту некоторые умельцы of с этой стороны либо с этой стороны высчитывали ее скорость с помощью так сказать пикселей прочего вот пожалуйста если не ошибаюсь 0,625 световых года в час получилась скорость но она прилетела в эту систему раньше примерно на полтора два часа чем мы ее ожидали что довольно странно сейчас скорость ее больше далее между этими двумя системами пятьдесят семь с половиной световых лет на стриме мы встречали ее в этой системе и поняли куда она летит и примерно подсчитали время когда он должна прилететь ошиблись что удивительно а знаете почему а потому что эта штука начинает ускоряться если здесь ее скорость примерно я была 0,6 0,7 то здесь уже под один световой год как мы это поняли между ними расстояние 57 с половиной световых лет она пролетела это расстояние за 58 часов с копейками и далее из этой системы она выдвинулась сюда между этими системами уже десять с половиной световых лет мои дорогие она это пролетит за десять часов они за 15 как она летела бы если бы скорость было 0,7 но это примерные подсчеты что получается мы в этом окончательно убедимся сегодня примерно в 18.00 по мск я запущу стрим и посмотрим стрим я запускаю не просто так а чтобы следить когда эта штука пролетает систему и если такая тенденция нас будет двигаться дальше то она будет ускоряться ускоряться и ускоряться но не ясно ускоряется ли она у самой звезды либо во время всего путеследования если во время всего путеследования то учитывая пройденное расстояние можно сделать такой вывод что ее скорость увеличивается примерно сейчас найду бумажку немножечко упростим нам известно расстояние пятьдесят семь с половиной могу ошибаться все приблизительно разница в скорости между 0 7 и одним световым годом 03 то есть 003 делим на пятьдесят семь с половиной получаем ноль целых пять тысячных то есть 0,005 час вот такой вот у него скорее то есть за 10 часов она ускорится на 0,05 световых года но это по идее так друзья могу ошибаться и ошибаться очень сильно в любом случае мы скоро это все дело узнаем если до шляпа продолжит ускоряться по пути всего следования то она прилетит нифига не к ноябрю как мне кажется да есть конечно один определенный марш прутик так сказать которые вы считали игроки одним очень интересным методом но пока я не могу его рассказать потому что я в этом не особо это и уверен если после этой системы она прыгнет в систему hd 38291 то тогда маршрут ее будет в принципе известен и маршрут у него будет если напрямки 1770 световых лет от данной системы где я сейчас нахожусь но повторюсь это пока теории не подтвержденное все узнаем после 6 вечера по московскому времени как она отсюда стартанет сюда либо в другую систему и как раз таки мы сможем замерить ее скорость от этой системы до этой расстояние здесь 68,7 то есть если она пролетит это расстояние быстрее чем за 68 часов то она сто процентов будет ускоряться и друзья мои я не просто так запускаю стримы каждый раз когда она прилетает какую-то систему все это фиксируется и записывается и считается а вас не смущает то что как дэвид брабан освободил так сказать я кресло директора другому человеку но при этом дэвид брабан не ушел с фронтиров он там остался просто сейчас всем руководит другой то как бы контент стал появляться всякие прикольчики там может новые корабли может построить наземных баз слухов много но это слухи в общем мои дорогие ждем осталось ждать примерно ну видос будет 12 утра через 6 часов я думаю будет стримом и это дело все проверим в плане когда она прилетит какая скорость куда летит и так далее а у меня на этом все всем спасибо друзья за ваши просмотры лайкосики подписочки все это прекрасное в описании под видео будут ссылочка на плейлист конечно же по или . где уже свыше восьми сотен видео по данной игре со временем видосов будет конечно же больше потому что как фронтиры что выпустят новое так сразу я вам видос наверное даже в тот же день смогу отснять также будут ссылочки на другие плейлисты по этой игре из серии обзоры кораблей топа корабли материалы данные торговые стражи и так далее так далее так далее но новый плейлист по сюжету лору валит дэнчерс кстати тоже есть и возможно будет новый плейлист против всех экспериментальный так сказать формат видео если что вот ссылочка на видос там видосик будет в описании под видео тестируем различные кораблики в ппп плюс будут ссылочки на социальные сети такие как трава где проходит стримы группа в к дискорд сервер и телеграм-канал если хотите поддержать меня контент который выходит на канале то в описании под видео ссылочка на бусте либо обычные привычные донаты но это мои дорогие по желанию и не обязательно а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока вы вместе с вами завтра а нет сегодня на стриме до встречи